На втором месте после рака молочной железы самая распространенная опухоль женских репродуктивных органов. В зоне повышенного риска девочки и молодые девушки. В большей степени молодые пациенты, как уже всем известно, давно доказано, что одной из причин возникновения рака шейки матки является наличие вируса попелом человека. Поэтому как раз в качестве профилактики, одним из принципов, вернее профилактики является вакцинирование женского населения. Ежегодно в России ставят порядка 555 тысяч онкологических диагнозов. Более 300 тысяч из них гинекологические. Пациент онкологического диспансера Наталья Николаевна сама медик. Понимает важность регулярного наблюдения. На очередной диспансеризации в прошлом году узнала неприятную новость. Страха не было, говорит теперь, когда на вооружении у медиков современное оборудование уверено в победе над болезнью. Своим оптимизмом делится и с вновь прибывшими пациентками. В первый раз они постоянно спрашивают, да какой раз. Я вот в первый раз, ну так, что можем, говорим. Они почему-то боятся страха, что это будет больно. Да совершенно ничего. Благодаря современному оборудованию, которое регулярно появляется в больницах региона по национальному проекту здравоохранения, порой болезнь можно вылечить даже не прибегая к хирургическому вмешательству. А самое главное, после лечения пациентка может стать мамой. Это позволяет не только сохранить здоровые ткани, но еще, что немаловажно, а мы сегодня говорим о женском здоровье, и сохранить фертильную функцию, сохранить возможность женщин продолжать не только свою жизнь, но и дарить новую жизнь, что немаловажно, поэтому здесь еще играет роль и демографический фактор. Поэтому в какой-то степени косвенно мы еще и реализуем национальные проекты демографии за счет именно качественного оказания медицинской помощи. Одним из ведущих методов лечения рака шейки матки на начальных стадиях является лучевая терапия, или, как ее еще называют, брахитерапия. Это высокоточный контактный метод, в основе которого лежит использование радиоактивного источника. Он внедряется в очаг злокачественной опухоли, разрушая ее изнутри. Такое оборудование способно исцелить около 300 пациенток ежегодно. Ионизирующее излучение влияет на генетический аппарат клетки, разрушает нити ДНК, и благодаря этому клетка начинает потихонечку разрушаться. И ежедневное воздействие на опухолевые клетки позволяет уменьшить объем опухоли, либо полностью избавить женщину от этой опухоли. Только от командной работы, от взаимодействия пациента и его лечащего врача зависит благоприятный прогноз. Самарские онкологи в очередной раз призывают не бояться, а своевременно обращаться к специалистам в поликлинике, центре амбулаторной онкологической помощи или Самарский областной онкодиспансер. Ранее выявление онкологических заболеваний – одно из приоритетных направлений нацпроекта здравоохранения и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». А оснащение медучреждения современным оборудованием – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и участие жителей. Мария Левина, Николай Сидоров, События.